Всем привет! С вами Андрей. Приветствую вас на своем канале в рубрике Let's Play. Сегодня вместе с вами мы будем играть в игру для приставки Sony Playstation 1 под названием Ghost in the Shell или Презрак в доспехах. Игра по-японски называется немного по-другому, Koukou Kido Tai. Собственно, она выполнена по мотивам одноименной манги, по мотивам одноименного аниме и аниме-сериала. Вот, собственно, у меня она на таком пиратском диске, на котором изображен главный герой игры, майор Мотко Кусанаги, собственно, на тактическом танке. На этом танке нам и предстоит ездить в этой игре. С обратной стороны диска есть вот такой вот совершенно бесхитростный коллаж из скриншотов, надписи Ghost in the Shell и жанр игры 3D Action Shooting Game. Собственно, так оно и есть, это шутер от третьего лица. Сам диск выполнен очень просто, без каких-либо изысков. Обычная болванка желтого цвета, на которой написано синими чернилами название игры. И здесь вот небольшой штампик магазина 12 танков с 2002 года, то есть этому диску уже почти 12 лет. Ну что, не будем тратить много времени, ставим диск с игрой в приставку и начнем играть. Всем приятного просмотра, смотрите до конца, будет интересно. Итак, сегодня мы играем в игру Ghost in the Shell или Призрак в доспехе, производство Codance, Exec и других компаний. С вами Андрей, я рад приветствовать вас на своем канале. Смотрите ролик до конца, возможно это будет для вас интересным. Итак, мы запустили игру, а играем мы сегодня на эмуляторе EPSXE 190 через лаунчер. Специально для сегодняшней игры я вот такой вот джойстик купил. На него обязательно я сделаю обзор чуть позже. Смотрим заставку. Как можно уже было заметить, эта игра выполнена по мотивам манги Мусамуна Широ. Главным образом, также частично по мотивам аниме и аниме сериала Ко Кау Кау Кидо Тай, то есть Призрак в доспехах или мобильная команда по предотвращению кражи оболочки. Соответственно, Маморо ОСИ. Игра сделана немножечко в другом стиле, чем аниме, потому что аниме достаточно жестокий кибербанк. А игра выполнена вот в таком вот мультяшном, анимешном, кавайном стиле. И вот как раз у нас Майор Моз Кусанаги вот в таком вот футуристичном виртуальном костюме, в костюме виртуальной реальности, а тактический танк Тотти Кома разносит в дребезге мещение. Мы должны вспомнить кадры аниме, откуда это было взято. И, в общем, это должно настроить нас на соответствующий игровой лад. Итак, заставочный ролик закончился, и мы переходим в главное меню. Извините, если игра немножко подтормаживает, все-таки компьютер у меня не первой свежести. Играю я через эмулятор, соответственно, здесь требуются достаточно высокие ресурсы. В главном меню у нас нечего выбирать. Выбираем Мишн Старт, чтобы не затягивать наш сегодняшний летсплей. Итак, смотрим заставочку, также сделанного в межном стиле, в котором Бато, напарник Мот Кусанаги, спускается на палубу авианосца, где уже заседает наш тактический 9-й отдел, и просматриваем вводную тактическую информацию. Я вот не помню, честно говоря, вот этого лысого мужика, но, возможно, он в аниме был, может быть, я просто не помню. Речь идет на японском языке, игра выполнена на японском языке. Ну, вот они рассматривают о том, что террористы захватили в сектор, который необходимо защитить. Как они это будут делать? Будут они это делать с помощью тактического танка, а мы помним, что такой танк обладает искусственным интеллектом, каждый танк имеет свои особенности, каждый вечер эти танки синхронизируются между собой. Несмотря на то, что это, в общем-то, роботы, они обладают своим характером. Вот, например. Ну, вот этот вот танк вот такой вот, немного коварный, как кошка. А вот и Мотока как раз залезла в танк и готова к бою. Танки выпускаются, и игра начинается. Первый уровень атака в области залива, или в порту, другими словами. Смотрим тактическую информацию, которую начальник вызывает Мотока, и рассказывает о ситуации. А ситуация следующая. Область захватили террористы. Главное препятствие содержится на складе, по-английски «warehouse». А для того, чтобы на него попасть, нам необходимо найти четыре ключа доступа. Ключи доступа содержатся в ходячих танках, которые необходимо уничтожить. Собственно, вот эти танки. И когда все четыре ключевых кода будут найдены, нам можно будет попасть в склад, и, соответственно, разобраться с главным боссом этого уровня. Сразу хочу сказать, что я не специалист в этой игре, поэтому никаких особых целей я не ставлю. Просто немного поиграть и немного побеситься. Танк может бегать вперед-назад, может стрелять из автомата, прыгать, лазить по стенам. Да, в этой игре необходим хороший вестибулярный аппарат, потому что танк может влазить по стенам, и необходимо, во-первых, брак уничтожен, необходимо обладать хорошей ориентацией в пространстве, для того, чтобы не потеряться. В правом нижнем углу у нас содержится информация об энергии, силе щита, всевозможные танки, и также радар. А с помощью радара мы можем искать ключевые. Какие-либо. Вот еще один враг повержен. Ключевые элементы игры. Ключевые элементы уровня. Вертолеты, которые летают вверху, также могут быть уничтожены. Следующая цель впереди. Сейчас мы его найдем. Графика игры, конечно, достаточно простая. Потому что игра разрабатывалась на PlayStation на первой. Плюс я играю на эмуляторе. Может быть, из-за этого. Так, нас немного поранили. Пойдемте поищем лекарства. Остался последний ключ. И уровень будет завершен. Ну, не полностью, конечно. Нам еще нужно будет... Ну, что ж, бага. Кстати, если кто смотрит видео в правом верхнем углу, сверх камеры, то вы, наверное, заметили, что я постригся, как у меня новая причесочка. А вот и последняя цель. Все, все ключевые элементы мы нашли. И теперь мы можем продвигаться, соответственно, в наш склад, где нас уже поджидает босс. Хотел просто найти гранат, чтобы проще было разобраться с новым боссом. Нашел лекарства. Вот там гранаты лежат. Так, все. Следуем по стрелке. И проходим этот уровень. Босс меня, конечно, пугает. Потому что я в эту игру играю на так много. Мне кажется, он достаточно сложным. Но посмотрим, посмотрим, что выйдет из этого. Ага, вот и босс. Здесь нам необходимо будет быстро перемещаться в разные стороны. Перепрыгивать у Терзина. По-моему, он сейчас в щите. Видите, он так не будет. В правом верхнем углу информация о щите показана. Можно так попытки бегать и стрелять. Что-то пока не очень получается. Пакеты полетели. Если становится страшно, можно залезть на стену или на потолок. О, мое. Что-то у меня страшно стало. Что-то не получается. Что-то не получается. Загнал нас в угол. Многие ждут бежать. Бежали, бежали, бежали. К толку побежали. Я напряг, честно говоря. Не ожидал, что он будет таким сложным. Готов, ну наконец-то Что-то было сложно, но мы его победили, кажется Да, первый уровень позади миссии выполнено Набрали 3600 очков Общий счет 32600, мы молодцы Итак, переходим на следующий уровень, который называется Черная вода И будет происходить этот уровень в стоке, в канализации Мы прослушиваем заново информацию, которая называется Что там необходимо двигаться по радару и пройти эту алию То есть область Звук немного подтормаживает, наверное, это из-за записи Записываю я видео с помощью бэндикама Компьютер не очень мощный, поэтому, возможно, подтормаживает Итак, вперед Двигаемся Вперед по уровню Посмотрим Вот мы опять едем на танке Собственно, вот этот уровень мне больше напоминает игру под названием The Center, если кто-нибудь помнит Там необходимо было двигаться на корабле И лететь по базе Внутри базы По вот таким вот коридорам Ну, понятно, почему здесь коридоры, потому что Мощности приставки не хватает для того, чтобы изобрелать большие пространства А вот Нет А вот закрытые пространства четыре стены нарисовать несложно Солдаты открыты здесь Слово есть бомбы Главное не торопиться Уничтожать, скажем так, препятствия планомерно Бомбы тем более подсвечиваются Здесь он пока что Так, ничего Вот, и полетает Ага, здесь у нас гранаты дают Раз, граната Плечилка Так, дальше куда? У радара Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед Так, полемолча уничтожено Так, здесь нам нужно на право Это стрелочка в правом верхнем углу А может быть я просто закрываю ее Своим, скажем так, лицом И такими вы не увидите Все там стрелочка показывает Так, подорвался немножко Это не страшно Всего чуть-чуть поврежден Так, выказаем Музыка, конечно, в скавычках впечатляет в этой игре Музыка, конечно, невзрачная Неинтересная Да и сама игра достаточно простая Рассчитана на фанатов серии Которые сведят и такую Клубы, конечно, сделали более красивые Тем более, что манги и анимы Настолько глубокие Настолько разносторонние Что можно сделать Или даже, ну, не знаю Даже рапоги Собак Хабак Страшный Что-то испугался Магический пулемет, который стреляет почему-то в стене Так, вот дальше Хаб, кошечка Мини Мини Мичинка Мини Нами Мини 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 В Мини магазин в тему завязывается. Ну что-то такое вставляю еще в пылину. Хорошо, что патроны не кончаются. Он мне круг обезает. Сюда подним. Так, ныряем вниз. И заканчиваем уровень, переходим к боссу. Вот этого босса я не обещаю, что я вам убью. Возможно, это будет самая короткая игра. Все, нас убили. Но это было ожидаемо, потому что я вижу этого босса в первый раз. И не знаю ни его слабых мест, ни того, как его нужно убивать. Так, все. На этом игра заканчивается. А как же, continue. Эминь и... Эмди. Эмд. Эмд. Потому что меня зовут Андрей. Я набрал очков на второе место. Эмд. И все Здесь в этой игре одна жизнь Ну, мазафака, ну я так не играю Рэнкинг скор, что это такое Это количество очков, да? Вот я второе место занял и должен этому радоваться Одна жизнь, ребята, это очень мало Миссион старт и тренинг старт Ну давайте тренинг посмотрим, что там за тренировки такие нам ожидаются Игру мы уже продульны сегодня, в принципе Можно летсплей завершать Ну, посмотрим, что у нас здесь есть Так, что такое? Ария М1 Наверное, это просто тир Тир что? Раз, два, три, четыре Еще один цикл Цельный, как мне пишут в правом верху Ну, наверное, 10 Еще три 21 секунды, но это очень просто Наверное, ааа, действительно, чего я не залез на стену Стреляю в трагер Сюда стреляем Так, просить ту некст первая То есть можно пройти в следующий пост Как это сделать? Наверное, сама пронеса Да, правда, стреляем еще чуть-чуть Тренинг компит Ну, слава богу О, мультик Да, было бы на что смотреть Говорит нам Майор Кусанаги Ну, я не знаю, о чем тебе не нравится Все, на этом закончилось Ну, и бог с ним Тоже наберем наш ник И закончим на этом Ну, что я могу в целом сказать Игра достаточно простая Если не сказать убогая Эксплуатируется известный лейбл Это манга Гёст Недешел Это Масамуна Шерл Рикадансе Сони Компьютер Интертейнмент Конечно, использует Торговую марку Для того, чтобы сделать вот такую игру Которая достойна выпуска На мой взгляд, только на пиратских дисках Игра плоская Абсолютно, в общем-то, неинтересная Шутер для фанатов Фанаты съедят Но она Остается только подытожить Сегодняшний летсплей И завершить ее на сегодняшний наш выпуск Рад, что был с вами С вами был Андрей На моем канале Оставайтесь Посмотрим еще много разных игр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Или дизлайки для разнообразия Всем пока И хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok